всем привет я сейчас нахожусь в турции буду ввести такой себе турецкий дневник и на первой страничке расскажу горит ли анталия какая здесь обстановка и были ли какие-то сложности с пересечением границы по поводу пересечения границы эта информация может быть интересно казахстанцам мы прошли без каких-то проблем у взрослых были паспорта вакцинации на детей делались пцр тесты это и другое проверялась при регистрации рейса в дальнейшем при пересечении границы казахстанской и турецкой у нас уже ничего не спрашивали кроме паспортов забавный момент кстати по мнению turkish airlines до сих пор существует город фрунзе когда прилетели в анталию естественно сразу стали оглядываться где здесь пожары если судить по новостям то анталия уже почти вся сгорела но в аэропорту никаких признаков не было хотя нет когда заходили на посадку то конечно было видно сильную задымленность но в самом аэропорту все спокойно никакого запаха гарри никакого дыма после того как отъехали от аэропорта было видно если приглядываться что местами есть довольно сильное задымление но если бы мы перед этим не смотрели новости то наверное и не обратили бы внимание а вот дальше ближе к мановгату очень сильный дым параллельно дорогам летают вертолеты которые тушат пожары и по этим же самым дорогам едут автобусы которые везут туристов к местам отдыха в районе мановгата задымление было очень сильное вала не все было нормально но со стороны анталии шло облака дыма его было хорошо видно воде возле берега было довольно много пепла к вечеру это облака дыма накрыла аланью над городом иногда летали вертолеты с подвесными системами для тушения пожаров но каких-то других признаков стихийного бедствия не наблюдалось на второй день этот дым рассеялся и на сегодняшний день в общем-то все тихо и спокойно и никакого стихийного бедствия здесь нет поскольку я здесь пробуду ориентировочно до сентября буду потихоньку вести турецкий дневник выкладывать то что мне будет интересно если что-то интересно вам задавайте вопросы постараюсь осветить всем пока до новых встреч